Всем привет! И сегодня хочу вам показать новый такой блог, точнее, хорошо забытый старый. Меня многие спрашивали, почему в основном все книжки и вся литература, она на английском. Я подняла свою библиотеку и подняла для вас те книги по конструированию, которые я использовала во время обучения на русском языке. Они все издательства Edipress Con Liga, тогда особо было не разбежаться. Сейчас можно посмотреть, я думаю, что есть и новые. Я буду рада, если вы мне под этим видео напишите, какие еще книги хорошие российского издания. Можно посмотреть, с удовольствием их приобрету, сделаю вам на них обзоры, потому что это действительно важно. Я в свое время использовала сборники Мюллер и сын. Они издавались в ателье, после этого издавались вот такие вот сборники, в которых, соответственно, все было. Сейчас, кстати, вышла книга Масловой Людмилы по трикотажу. У меня ее еще нету, надо мне ее обязательно купить. Здесь вот оно, классическое построение. И вот во всех сборниках они были сформированы определенным образом. То есть это, например, был сборник 2004 года. И вот, соответственно, то, что было на протяжении 2004 года издано в журнале ателье, они сюда вносили разные методики. Я встроила по Мюллер и сыну, в принципе, достаточно неплохо она заходила. Вот если вы тоже с ней работали, можете мне написать свои наблюдения, насколько она вам нравится, не нравится. Ну вот, это вот, смотрите, у меня 2004. 2004-й это книжка, ну это не совсем книжки, это сборки 2001-го. Смотрите, вот даже мои какие-то воротники. Это по конструированию все заложено. Здесь вот брюки есть. Ну, как бы, Мюллер и сын, это не совсем российская методика, да, но книжки на русском. Насколько их реально купить сейчас, я вам не могу сказать. Возможно, через Авито, возможно, с рук получится эти книжки приобрести. Потому что, как видите, ну, в 20-летней давности издание, я не уверена в этом. Это вот 2001-й, 2003-й и 2002-й. Ну вот, во времена моей бурной учебы я их скупала, мне они были актуальны, видите, здесь все это есть. И отдельно хочу показать книгу. Книга называется «Английский метод конструирования и моделирования». Честно могу сказать, не очень я к нему прониклась. Вот смотрите, то, что у них было, эскиз и рисунок. Вот она, мужская мода была, детская мода. Это же книжка. Вот, не строила по ним нижнее белье, пляжная одежда. Нужно посмотреть, насколько они актуальны на сегодняшний день. Потому что я достаточно давно это делала. Смотрим для снятия мерок. Видите, я даже свои тут мерки какие-то подписывала. То, что у нас по Остам и Гостам. Здесь полное описание построения базовой конструкции, как это они предлагают построение рукава. Двухшовный рукав. И дальше мы пошли с вами уже моделировать от того, что у нас получилось. Перенос вытачки, разнообразный капюшон. Тоже смотрите, технические рисунки. В принципе, базовые принципы того, что есть, они остались. Вот рукав мы с вами делаем, скрешение рукава. Все-все так, что-то там вставлено. Подними себе зарплату. Кадрус. Кстати, смотрите, Кадрус еще с того времени был. Это вот я про них рассказываю часто. Они обучают графису. Они являются официальными представителями. Вот видите, закладочка кадрусовская и есть. То есть 2004 года. Они уже очень давно на рынке. Так что, если нужно обучиться графису, то можно к ним обращаться. Они являются представителями официально. Юбки, брюки. В общем-то, все тут есть. Достаточно понятная методика. Так что, вот то, что касается русскоговорящего. Если у вас есть еще какие-то книги, любимые по конструированию, которые есть, пожалуйста, пишите мне название в комментариях. Я с удовольствием буду приобретать литературу, рассказывать. И давайте мне такую свою обратную связь. Типа, вот пользовалась методикой Мюллер и Сун, мне очень понравилась. Пользовалась английским, мне понравилось, не понравилось, что не понравилось, какие моменты. Это будет очень здорово. И у людей будет возможность увидеть обратную связь от других людей. Насколько эта литература актуальна и вообще имеет ли смысл за ней охотиться и ее закупать. На этом все. Не забывайте подписаться на канал. Всегда у нас много разных интересных книг. Я стараюсь их вам показывать, рассказывать, что там внутри. Ну и ставьте лайк, если это видео понравилось. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока.